Добрый день дорогие друзья! Вы смотрите универсальный формат студии Юлия Север. Я рада вас приветствовать этот замечательный майский день. С 1 мая вас это действительно начало прекрасной, думаю, недели, прекрасных паров праздников. Что ж, ну совсем недавно, мало того, что скоро нас ожидает замечательные, прекрасные майские праздники, но совсем недавно завершился фестиваль, молодежный медиафестиваль «Поколение сегодня». Вот как раз сегодня мы обсудим итоги этого фестиваля, как же прошел, кто же стал, не знаю, победителем, участником. Как раз сегодня нам расскажут наши гости. Итак, я вам рада представить. Знакомьтесь, приветствуйте, аплодируйте. Арсений Тимофеев, руководитель Всероссийского и молодежного медиафестиваля «Поколение сегодня». Здравствуйте, Арсений. Рядышком расположилась Анна Богданова, исполнительный директор Всероссийского и молодежного медиафестиваля «Поколение сегодня». Здравствуйте. Ну и Кристина Сырчикова, руководитель секции «Фотография», которая, собственно говоря, принимала участие в фестивале как руководитель, как наставник, я думаю, да? Правильно? Ну, отчасти. Отчасти, хорошо. Ну, рассказывайте, как давно же завершился фестиваль, как долго шел, как долго радовал своих участников? Ну, фестиваль состоялся 17-19 апреля на базе Самарского государственного космического университета. На протяжении трех дней студенты, школьники, молодые журналисты, уже, может, работающие или просто люди, которые работают в другой сфере, но увлекаются фотографией, видеомонтажом, слушали лекции ведущих их спикеров в Самарской области, из других регионов, общались между собой, знакомились, может, обменивались идеями каких-то проектов и формировали какие-то новые команды. Ну, то есть наши будущие коллеги, наши настоящие коллеги, возможно, уже, как-то обменивались опытом, ходили на мастер-классах друг к другу. Я так понимаю, что прошло все очень информационно, очень насыщенно, правильно было? Три дня. Хватило ли трех дней для того, чтобы все реализовать? 17-го числа у нас было торжественное открытие, когда каждый спикер представил свою лекцию. Каждый руководитель секции рассказал, в чем конкретно будет происходить направление в данной секции. Да, ребята, каждый из участников выбрали себе направление, потому что один из аспектов нашего фестиваля является то, что приходить нежелательно из секции в секции, так как направление должно быть полностью охвачено. Хорошо. Сколько направлений в этом году было реализовано? Как и в том году, было реализовано четыре направления. Это фотография, интернет-журналистика, благосфера, телевидение и видеопродакшн, да, и классическая журналистика. Скажу, потому что есть у меня лично шпаргалочка, у вас нет, вы на память все вспоминаете. Хорошо. Какая была самая массовая секция? Есть как-то какие-то... Самая массовая секция уже из года в год – это фотография, потому что фотографией увлекается больше людей. Мы в прошлом году были этому удивлены, а в этом году уже приняли это как данные, потому что количество участников все увеличивается, и во второй год вы спрашивали про время, мы не можем остановиться. Хотим закончить в шесть, заканчиваем в семь, и если бы не ограничивали, наверное, ушли бы в одиннадцать или ушли бы в другой день. То есть трех дней уже не хватает? Возможно, потом в дальнейшем рамки фестиваля и расширятся. Все участники говорят, что надо делать выездное на протяжении недели, чтобы можно было где-то на выезде, круглосуточно практически. И полностью посвятить себя именно. Да, два часа на сон, остальное все на общение и на обучение, и на какие-то там практические занятия. Слушайте, ну это клево, хорошая идея вам, я думаю, на будущий год. Ну, идея для размышления уже есть. Ну да, работаю. Хорошо. Ну, коль уж сказали, что фотография была самым массовым направлением, Кристин, горды ли за свое дело, горды ли за то, что действительно ваше направление является самым востребованным, самым интересным? Ну, я не знаю, гордость ли это, но мне очень приятно то, что люди пришли, они получили знания, мне удалось поделиться то, что я считаю сама важным. И очень здорово, что это как-то их изменило, изменило их отношение к той же самой фотографии. Что преподавали? Скажите, какая ваша была задача, цель вот на этом фестивале? Что сделали? Вообще я... Потом был какой-то оценивающий момент, вот вы пришли после трех дней и сказали, так, что же я сделала, в чем же я молодец, что же я дала этим ребятам? Было такое? Вообще после прошлого года остались некоторые запросы, которые не были реализованы, то есть люди запрашивали темы, им что-то было интересно, они писали потом позже. Я взяла на заметку все, что они написали, сказали, попросили и уже подбирала в зависимости от этого спикеров. И получается то, что очень разноплановые лекции, одна не похожа на другую, и получилось достаточно интересно. Реализовали все задуманное? Нет, конечно. Нет? Еще осталось очень массу идей? Ну, мне кажется, это бесконечно можно делать. Слушайте, ну это хорошо, когда бесконечно можно делать, значит, когда невозможно что-то исчерпать, это хорошо, потому что, значит, есть продолжение, есть будущее в этом фестивале. О организаторах давайте поговорим, кто является организатором. Я так понимаю, что второй год проходит фестиваль? Да, ну не только второй год. Организаторами является студенческая садия Самарской области, это региональная молодежно-общественная организация. Мы уже с 2008 года активно развиваем студенческую журналистику, информационное общество. Раньше проводили школу студенческой журналистики, которая, ну, больше, наверное, касалась именно классической журналистики, там, с элементами фотографии. И поскольку она все посещала больше и больше народу, это мероприятие, мы вот решили расширить, поняли, что рамками такого узкого мероприятия одной аудитории мы не можем ограничиться. И вот в прошлом году было принято решение расширить его до фестиваля и до четырех направлений. Хорошо, но все-таки участниками фестиваля стали только лишь те, кто уже как-то себя проявил в деле журналистики, либо кто просто хочет как-то познать эту интересную профессию? У нас, во-первых, не только студенты принимали участие, а также школьники, начиная с 14 лет, их было достаточно много. Принимали участие также ребята, которые учатся на факультете журналистики, как-то занимаются профессионально видеопродакшеном, фотографируют, но также ребята, которые просто увлекаются данными тематиками, которым приятно писать, у которых, возможно, даже есть талант, несмотря на то, что они учатся по другой специальности. И, возможно, в будущем им это очень пригодится. Все, кто захотел как-то проявить какую-то активную позицию в этом деле, смогли принять участие. Сколько всего участников? У нас было зарегистрировано на сайте более 240 участников, и это оправдало нашу надежду. Мы очень рады, что в этом году приняло примерно на 80 участников больше участие в фестивале. Не только в плане организации, но и в плане участников, которые заинтересованы в этом мероприятии, растете. Да, очень много отзывов было и в социальных сетях, и лично нам. Нам это очень приятно. Ну, у нас есть фотографии, собственно говоря, которые нам смогут как-то передать атмосферу фестиваля, как же прошло, как было весело. Кто будет комментировать? Фотограф ли? Либо директор? Давайте все вместе. Совместно, общее творчество. Мы смотрим эти фотографии, сейчас они у нас появятся на экране, собственно говоря, режиссеры их выведут. Вот мы, это, по-моему, секция фотографии, правильно? Да, здесь представлены ребята, которые и фотографируют, и также снимают. Это вот видеооператор из Аэрокосмического университета, которые пришли снимать наш фестиваль, осветить его. Ну, слушайте, очень массово было. Да, здесь шло обсуждение фотографий, вот представлены очень интересные снимки. Это фотоосмотр с Яном Суркисяном и Евгением Рябушко. Они периодически проводят эти осмотры в галерее Виктория, но мы пригласили их. Это секция телевидения и видеопродакшн, руководитель секции Роман Харасов. Это классическая журналистика, как раз идет разговор о пресс-центре, о пресс-службе. Классическая журналистика, и мы видим картинку, которая, так скажем, больше похожа на благосферу, я бы сказала. Ладно, хорошо. Это открытие фестиваля, вот ребята собирались активно, у нас было оно в актовом зале. А в открытии? Ну, вообще, как прошло открытие? Просто тихо собрались, сказали, что фестиваль открыт, или какой-то был целый концерт? В прошлом году была программа, делали какой-то концерт, в этом году поняли, что на это нет времени, быстренько открыли фестиваль и перешли уже к знаниям, потому что это важнее. Участникам это важнее. Чтобы было более насыщенные дни. Ну, вот на живых примерах, то есть, приносили свои газеты, издания, спикеры, и на живых примерах показывали, как надо работать. Ну, я так понимаю, что это не было похоже на обычные уроки журналистики, которые у нас ведут вузах. Совершенно нет. Это были какие-то доклады о каких-то там современных тенденциях, о том, что используют. То есть, это не какие-то теоретические основы, а именно практики, какие-то приемы, которые использует только этот спикер, и какие-то, может, инновационные его авторские. Ну, вообще, ребята легко ли откликнулись? Как узнавали вообще о фестивале? Или уже за один год, я имею в виду именно фестиваль, о формате фестиваля, успел загреметь так, что ребята как-то сами проявляли инициативу и пытались стать участниками? Ну, мы работаем с вузами очень, помимо других мероприятий, поэтому у нас есть аккаунт в социальных сетях, также в вузах мы распространяли печатную рекламу, e-mail рассылки, то есть много. Но так участники больше сами проявляли инициативу, потому что уже и история есть, и участники прошлые рассказывали. То есть, многие из прошлых участников уже работают в профессиональной журналистике, вот, соответственно, люди видят, какой у них рост и тянутся на наши мероприятия. Ну, мы сегодня собрались в такой замечательный праздничный день, на самом деле, 1 мая, день весны, день труда, и вот хочется с таким, ну, немножко риторическим вопросом обратиться, как к людям, которые так или иначе всегда связаны со студентами, которые крутятся в этой атмосфере, которые знают, чем живет современный студент. Насколько сейчас активны студенты? Насколько заинтересованы в труде, опять же? Ну, я думаю, ребята на данный период времени очень активны и заинтересованы, так как студенческая жизнь самая активная, разнообразная и насыщенная. Вот, мы рады то, что они проявляют внимание к каким-то фестивалям, акциям, конкурсам и так далее. Инициативность очень высока, это радует. Поддерживаете коллегу? Ну, конечно, студенты более развиваются, но и для них более мероприятий большее количество проводится, соответственно, и они не могут стоять в стороне. Если к труду, то да, многие студенты сейчас готовы и поработать и на благо Родины, то есть не обязательно там за какие-то большие деньги, и это очень радует и хорошие тенденции. Ну, Кристина, не могу и у вас не спросить такой вопрос. Как считаете, молодежь студенчества сейчас активная, самарская именно молодежь? Ну, очень разноплановые студенты. Разноплановые ребята? Да. Некоторые совсем пассивные, другие активные, я не могу об этом судить. Но вы вот встретились именно в фестивале, все-таки, с более активной молодежью. Ну, да, конечно. Хорошо. Ну, а с кем было интереснее работать? И, наверное, все-таки к руководителю секции отношусь. Со студентами или со школьниками? Как-то разграничивали? Или все равно это была такая одна масса творческая, позитивная, которая как-то двигала процессом? Ну, если в том году у нас был какой-то конкурс, поэтому мы могли контактировать, в этом году конкурса у нас никакого не было. Поэтому я не могу сделать выводы, кто лучше студент или школьник. Мне показалось, что все достаточно ровного возраста, и я не отличила их просто. Хорошо. Хорошо. Ну, ребят, планы на будущее? Будет ли жить фестиваль? Ну, фестиваль, естественно, будет. Что-то уже, может быть, есть? Какие-нибудь идеи? Фестиваль, естественно, будет жить. Мы, естественно, хотим расширить его формат, как я уже говорил, да, и как требуют участники, и мы думаем так же. То есть, скорее всего, он будет на какой-то выездной площадке более расширен. И если будет финансирование, мы хотим, конечно, больше спикеров других регионов и участников, потому что очень много было регистраций из соседних регионов, но не могли приехать, потому что финансовое положение личное не позволяет, и мы не могли их здесь привезти и разместить. Ну, вот до следующего года, я думаю, мы решим эту проблему и привезем участников других регионов, чтобы был обмен. Потому что, вот, например, в Татарстане, в Казани у них там студенческое телевидение развито на уровне наших региональных крупных каналов. И был бы такой обмен опытом очень важен. То есть, действительно, чтобы он оправдал название, был всероссийским фестивалем, со всей России съезжались к нам в Самару, и опять же, Самара была еще одним пунктом съезда активных студентов. Но он уже всероссийский, у нас были участники из Ульяновска, из других соседних городов, также спикеры были из других регионов, но их достаточно небольшое количество, а хочется, чтобы было там хотя бы 20-30% от участников всего фестиваля. Кому хотите сказать спасибо, что фестиваль этот состоялся? Кому передать привет, не знаю, какие-то пламенные? Ну, в первую очередь, мы хотим поблагодарить наших руководителей секции, спикеров, экспертов за их тактичность, профессионализм и умение предоставить, преподнести информацию именно молодежной аудитории. Хорошо, ну что ж, коль уж мы опять же, напоминаю, собрались в замечательный день 1 мая, хочу спросить у вас вопрос не по теме. Какой весенний праздник ваш самый любимый? Вообще весна, три месяца, вспоминаем все весенние праздники. Для меня с детства праздник это 9 мая. 9 мая, день победы, который скоро совсем грядет. Наверное, в принципе, это вообще праздник. То есть у меня как-то вот, я вырос в семье, где головой семьи был ветеран, и у меня с детства это осталось чувство действительно праздника, единственное, там, не Новый год, даже не день рождения, а утром 9 мая ты просыпаешься, действительно какой-то световый праздник, и чувство того, что дальше что-то будет хорошо, и дальше будет какое-то развитие. И поэтому этот праздник, наверное, самое главное для меня и весеннее время, и на протяжении всего года. Это действительно один из самых главных праздников нашей страны, да и вообще, наверное, всего мира, поэтому я вас поддерживаю. Я думаю, я присоединюсь к Арсению, потому что это, во-первых, не только праздник каждого и праздник нашей Родины, а праздник семейный, потому что мы с семьей собираемся, выходим, например, на те же демонстрации и так далее, когда все совместно. Хорошо. Кристина, есть какой-нибудь любимый? 8 марта, быть может. Нет, у меня любимый праздник это Пасха. Пасха. Я присоединяюсь к вам, хотела как раз сказать, что да, я тоже из всех весенних праздников выделяю Пасху, потому что действительно это праздник спасения, день спасения. Что ж, не зря спросила я у вас такой вопрос. Дело в том, что мы с таким же вопросом обратились к жителям нашего города. Что же они выделили, какой же их любимый праздник? Интересно узнать? Конечно. Давайте посмотрим, а после встречаем новых гостей в студии. Самое главное весны, наверное, 1 апреля. Все-таки. А почему именно он? Веселый, положительный, эмоциональный достаточно, когда можно полубаться. Больше количества времени, наверное, так сказать. 8 марта, 23 февраля, конечно, тоже праздники отдельные для женщин, для мужчин. Ну, для меня 1 апреля все-таки, наверное, будет. А майские праздники? Майские праздники. Вообще чудесные праздники. Жашлыки, у кого-то дача. Вот у всех по-разному тоже чудесные. В первую очередь 9 мая, потому что он как-то больше для сердец наших граждан отзывается. Ну, даже у молодого поколения, как я, 9 мая, как вспоминается. С теплотой. С теплотой. 8 марта. Почему? Потому что это день наших мам, наших любимых, наших подруг. Самый важный день. А майские праздники? Майские праздники. Ну, да. Потому что на них можно хорошо отдохнуть подольше. Не знаю, девушка, никаких сейчас интересов нет. День Победы. День Победы есть только. Вот единственный, наверное. Да, у меня 2 мая день рождения. 5 мая моего сына день рождения. Это мой любимый весенний праздник. Почему? Ну, потому что день рождения – это момент силы. Наверное, очень много сходится энергетических штучек. И вообще к этому времени чувствуется очень хорошо. Ну, самое главное – это весенний праздник 9 мая. Великой Победы. Вот. Очень такой светлый праздник. Все его отмечают, все его знают. Поэтому для меня это самое. Ну, и плюс выходные. А 8 марта боитесь? Нет. Ну, не боюсь. Потому что очень приятно дарить любимой девушке или жене там подарки, делать комплименты. 8 марта. Ну, да. 8 марта. Ну, мне нравится то, что подарки дарят. Да, подарки дарят. А 1 апреля майские праздники еще? Да. Тоже очень нравится. Как-нибудь будете отмечать? Да. Да. Мы их отмечаем. Ну, вот 1 апреля мы, например, шутим. Да. Весенние, мне кажется, это майские праздники. Которые вот с 1 мая и до середины почти. Потому что они продолжительные. Они веселые. Начинается на улице тепло. Все ездят на дачу. Все развлекаются. Все гуляют. У всех праздники в веселом настроении. Кажется, они самые прям такие яркие, прям жизнерадостные. 1 мая, потому что самые длинные выходные. Какие-нибудь еще? Нет. Ну, я бы сказал, что 9 мая, потому что тепло. И опять же длинные выходные. Ну, хватит. Что ж, все любят выходные. Действительно, они не за горами. Совсем скоро пора очень продолжительных, веселых, я надеюсь, теплых выходных. Что ж, ну, у нас сейчас практически в студии первомайская демонстрация. Девушки в красном, девушки в алом, в бордовом. Ну, конечно же, это у нас участники, участницы молодежного медиафестиваля «Поколение сегодня». Представлю всех по имену. Рядушком со мной расположилась Валерия Костина, участница секции телевидения и видеопродакши. Да, все правильно. Правильно. Мария Ледяева, участник секции, опять же, телевидения и видеопродакши. Здравствуйте. Рядушком Лилия Толстых, участница секции телевидения и видеопродакшн. Ну, и Злата Ярова, участник секции «Классическая журналистика». Здравствуйте, Злата. Девушки, рассказывайте, какие эмоции, но они еще пока свежи. Пока еще свежи эмоции же после фестиваля. Ой, ну, конечно, это вообще неописуемые чувства. То есть полностью на три дня погрузиться в эту сферу журналистики. Я так как сама не имею к этому отношения, к сожалению, учусь не на журналиста. Но после трех дней один из важнейших таких постулатов, который я уяснила, можно быть журналистом, не имея при этом профессионального образования при этом. И, конечно, эти три дня стали незабываемыми. Каждый день новые у нас были спикеры. Каждый что-то по-своему нам преподносил. И даже вот иногда не хотели отпускать их. Хотя уже конец дня, и все устали. Но приходилось. Хорошо. Ну, действительно, я соглашусь с вами. Быть журналистом – это, наверное, призвание больше всего. Обучаясь сейчас второе образование как раз журналистика, нам многие преподаватели говорят, что первое образование журналистов должно быть не журналистское. Это мнение моих преподавателей. Я не буду, конечно же, спорить с другими людьми, не буду высказывать свое мнение, но это мнение моих преподавателей. Объясняю только лишь. Хорошо. А на кого же учишься, скажи, пожалуйста, если не секрет? Я учусь в Самарском государственном институте культуры по специальности культурология. Слушай, ну тоже близко. Да, близко. Вот как-то занешло. Хорошо. Но я так понимаю, что у вас фестиваль еще не заканчивается, потому что сегодняшний опыт, сегодняшний эфир как раз для вас тоже является каким-то таким неким продолжением. Ну, согласитесь. Да. Тоже же прикасаетесь сейчас к журналистике в прямом смысле этого слова. Хорошо. Хорошо. Мария, рассказывай твои эмоции, твои впечатления от фестиваля. Три дня пролетели, наоборот, очень долго тянулись ли? Нет, я буду полностью солидарна с Лерой. Для меня они пролетели очень быстро, несмотря на то, что это были выходные, и нужно было вставать рано. В 10 утра нужно было подъезжать, и начинались лекции. Но лекции проходили не в обычном формате, а достаточно интересно. То есть у нас были как лекции обучающие, так и практика. Мы даже пробовали писать сценарий прямого эфира, и было очень интересно. С Романом Харасовым мы записывали. Вот. И мне, в принципе, все очень понравилось, и мотивацией моей стало то, что мне хотелось бы в своем институте открыть свое телевидение, поскольку у нас его нет. Я так же, как и Валерия, учусь в институте культуры, а у нас масса огромных мероприятий, которые, к сожалению, знают только в стенах нашего вуза. И хотелось бы, чтобы о них узнало как можно большее количество людей. Мне кажется, не то, что масса у вас интересных предприятий, у вас масса талантливых людей учатся в институте, потому что в институте культуры не могут учиться не талантливые люди. Я лично в этом убеждена. Правильно? Да. Поэтому действительно. То есть вы с такой не только для себя целью, но и с целью для своего университета сделать что-то приятное и полезное, отправились на фестиваль. Да. Познали все. Узнали, разузнали. Да, и хотелось бы действительно попробовать себя в роли корреспондента. У меня с детства такая мечта. И когда я узнала об этом фестивале, мне непосредственно захотелось принять в нем участие, попробовать себя в роли телеведущей, в роли корреспондента. И я думаю, что можно будет в вузе у себя и как раз таки реализовать свои идеи. Будет очень здорово. Ну, они уже почти реализованы. У нас с этого года работает студенческое интернет-издание. То есть мы уже начали эту работу. Нам вот осталось только перейти в сферу телевидения и начать снимать уже непосредственно. Ну, я желаю вам в этом, конечно же, удачи и скорейших реализации своих планов. Хорошо. Обращаюсь к вам. Лилия, давайте рассказывайте нам, как же вы попали, как же вас занесло на фестиваль? Не пожалели ли? Нет, нисколько не пожалела. И я была там не только как участница, но также это был информационный повод. Я была там как СМИ. То есть вы уже в этом деле немножечко себя проявили. Вы уже знаете. Да. Я являюсь соучредителем ГОСТВ. Это наконец-таки открылось в Самарском госуниверситете телевидение свое. И вот как раз таки мы освещали этот фестиваль и также являлись участниками с командой, с которой делали сюжет. Ну, вот дало что-то вам? Или вы все знали? Вот вы пришли и говорите, а это знаю, это тоже делали, это тоже проходили, это тоже монтировали. На самом деле у меня нет образования, я не получаю образование журналиста или телевизионщика. Я учусь на филологическом культете на направлении рекламы связи с общественностью. И это, конечно же, близко. Опять же близко. Но все же не то. Понравилось? Не журналистика. Да, конечно. Ну, а теперь я допытаю участницу секции классическая журналистика. Злата, почему именно классическая журналистика? Ну, девушки, я так понимаю, потому что хотят так или иначе проявить себя именно в видеожурналистике, именно быть телеведущими, быть корреспондентом видео, опять же. Вы почему выбрали классическую журналистику? И чем отличалось? Что было у вас в направлении, что давалось? Какие знания? Ну, я занимаюсь вообще, в принципе, журналистикой и пишу различные репортажи с 7 класса. То есть это со школы еще пошло. У нас было школьное издание, и потом мы создавали интернет-издание, которое долгое время работало. Сейчас я также в своем колледже, я учусь в медицинском, то есть не связано вообще с журналистикой по профессии, но я заместитель редактора именно нашей газеты. То есть и верстаю, и чуть-чуть, и пишу, и отсматриваю материалы, которые приносят ребят. И именно поэтому, в принципе, пошла на классическую журналистику, чтобы развиваться, чтобы узнавать что-то новое. И я нисколько не пожалела, то есть это действительно так. Я узнала много интересного, познакомилась с медийными людьми интересными. Которые могли передать свой опыт и рассказать достаточно нужную информацию. Но опять же, то есть вы говорите с 7 класса. Опыт уже есть. Но так или иначе, пусть он будет не профессиональный, я имею в виду, но опыт есть. Написание статей, какой-то интернет-статей опять же. Ну было ли что-то новенькое? Ну новенькое есть всегда. То есть все равно журналистика, она развивается. То есть она не стоит на месте. Даже классическая журналистика развивается. Даже классическая журналистика. То есть она развивается, также приносит что-то новое, что-то интересное. И это развивается даже именно у каждого человека самого. То есть каждый спикер, он, когда пишет, так же, он какие-то новые для себя открывает способы написания и передает это нам. Это уже, наоборот, интересно, потому что ты этого нигде не прочитаешь. Хорошо. Что ж, молодец. Молодец то, что с такого раннего возраста начинаешь заниматься журналистикой. Молодец, что свое хобби, которое возможно, кто же знает, в дальнейшем перерастет в профессию, быть может, когда-нибудь, не оставляешь. В этом плане молодец. Что ж, девушки, ну, по крайней мере, меня заинтересовала именно Мария. Мария сказала то, что хочет стать у нас телеведущей. Но, коль есть уже такая возможность, есть камера, есть зрители, которые сейчас смотрят, ну, прям буквально, как бы ты начала передачу? Вот я все время начинаю то, что здравствуйте, вы смотрите программу «Универсальный формат», меня зовут Юлия Север, мы сегодня работаем в прямом эфире и так далее и подобное. Как бы ты начала свою передачу? Буквально какое-нибудь название придумай, не знаю, ну, опять же, пусть это будет поколение сегодня. И можешь, улыбаясь, в камеру начать приветствовать своих телезрителей. Давай такой мастер-класс. Ну, давайте попробуем. Добрый день, уважаемые телезрители. С вами я, Ледяева Мария, и в эфире передача «Поколение сегодня». И у нас в гостях замечательные ребята с медиафестиваля «Поколение сегодня», которые приняли в нем участие. Давайте послушаем, какие же эмоции испытали они. Слушайте, ну, замечательно, браво, браво, очень хорошо. Что ж, не хочешь ли так же попробовать? У нас прям суфлерная камера. Немножечко расскажу нашим телезрителям. Обычно, когда, если идет очень-очень-очень длинный текст, который нужно, необходимо прочитать, опять же, в новостях, то идет суфлерный текст, стоит суфлерная камера, такая небольшая шпаргалка. Вот. Это наши телезрители немножко раскрывают тайны. Так что сейчас Валерия будет смотреть в суфлерную камеру и, собственно говоря, приветствовать. Да, но без шпаргалки. Начнем. Здравствуйте всем. В эфире телепередача «Журналистика ТВ». И сегодня у нас в гостях выражительные девушки в красном. Участницы молодежного фестиваля «Поколение сегодня» Ледяева Мария, Лилия и Злата. Слушайте, ну клево, молодцы. Все? Спасибо за предоставленную возможность. Ну вот, пожалуйста, за предоставленную возможность, конечно же, пожалуйста, приходите, еще раз предоставим эту возможность. По крайней мере, в качестве гостей всегда рады и любим, когда к нам приходят позитивные, такие активные девушки, которые не боятся вот таких вот экспронтов, экспериментов, поэтому брау вам, молодцы, не растерялись. Хорошо? Не хочешь ли попробовать? Давайте. Ну я думаю, ты у нас уже умеешь. Она уже давно с опытом. Уже давно с опытом. Ну все-таки, давай в студии, наверное, не каждый раз. Доброе утро, Самара, в студии Лилия Толстых. И сегодня у нас в гостях участники медиафестиваля «Поколение сегодня» Валерия, Злата и Мария. Мария, да, действительно Мария. И начнем мы с Марии, она поделится своими впечатлениями и эмоциями с фестиваля. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Лилия. Мне очень понравился фестиваль. Было интересно работать со спикерами, я узнала для себя очень много нового, переняла опыт какой-то. И развиваться это всегда неплохо. Слушайте, я могу уходить, мне кажется, вставать и уходить. Не хочешь ли ты попробовать в качестве, ну не только, не знаю, журналистики именно как газеты, журналы и так далее, но и в качестве телеведущей? Можно попробовать. Попробуешь? Давай. Попытка номер четыре. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас телепередача «Поколение сегодня» и мы приветствуем участниц журналистского фестиваля Лилию, Марию и Валерию. Как именно прошел фестиваль, какие эмоции у девушек, мы сейчас узнаем, например, у Лилии. Слушайте, замечательно. Достойную смену, собственно говоря, вырастили. Достойный фестиваль, я так понимаю, был, если так все прошло интересно. Ну и такой опыт уже есть. Такие знания и познания есть. Хорошо, потому что, мне кажется, перед камерой, ну вы согласитесь, сейчас, опять же, раскроем тайну нашим телезрителям, перед камерой выступать не всегда просто и легко, правильно? Правильно. Хорошо, девушки, ну скажите, пожалуйста, следующий год, вот машина времени, мы переносимся на год вперед. Опять фестиваль, опять зовут. Пойдете? Конечно. Безусловно. Безусловно. Обязательно. Такого опыта в жизни, ну, попадает очень мало шансов, поэтому этим шансом нужно воспользоваться в любом случае. И даже если, как говорили, будут делать на неделю выездной, мне кажется, мы там ночевать будем. Слушайте, ну это прекрасно, если на неделю выездной, это будет такая, у нас очень много фестивалей выездных, грушинских фестивалей, фесты и так далее, и подобное. Поэтому, возможно, и Волга, опять же, возможно, и… Наслышно, да. На самом деле, да, действительно, хотелось бы, чтобы мероприятие стало выездным, потому что даже за три дня мы успели познакомиться со многими людьми и даже начать какую-то, я бы сказала, дружбу. И хотелось бы, да, чтобы мероприятие делалось подольше. Опять же, такая здоровая, хорошая дружба, да, между университетами, потому что многие университеты как-то конкурируют, очень много конкурсов, студвесны, где приходится выступать в качестве конкурентов. Но такие фестивали, которых как-то объединяют, они, наоборот, эти границы конкуренции стирают и становятся все друзьями, становятся все за одно дело, правильно? Да, действительно. Конечно, мы познакомились с ГОСТ-ТВ, замечательная Лилия, также мы познакомились с ребятами с Политех-ТВ, тоже очень талантливые, очень активные. Также мы узнали о существовании борта с ГАУ, борт номер три, так называемый, это видеожурнал у них. Ну, в основном были такие уже люди с опытом, вот, и мы с Машей, конечно, там ходили очень удивленные. Что было хорошо, то, что люди своим опытом делятся, и, то есть, непосредственно помогают, там, и, как бы, их можно спросить обо всем, они обязательно тебе помогут, и это приятно, общаться с такими людьми. Что ж, девушки, ну, приятно и с вами общаться, но, я думаю, необходимо немножечко закругляться. Какие-то пожелания, какие-то ваши благодарности, прям можно в камеру, у каждого, вот, такая, опять же, такая секундная, 30-секундная речь, хорошо? Да, я хотел бы выразить огромную благодарность, в первую очередь, организаторам фестиваля, также нашему замечательному Роману Харасову, который нас курировал на протяжении трех дней, также всем тем, кто приходил нас учить, это непосредственно, прежде всего, преподаватель журналистики Анатолий Новиков, также телеведущие шоумены Илья Русаков и замечательные ребята с «Утро губернии», тоже очень море позитива, спасибо вам огромное. Мне также хотелось бы поблагодарить организаторов данного мероприятия, хотелось бы, чтобы оно процветало и в дальнейшем было, мы непосредственно примем участие. Огромное спасибо спикерам за их интересные лекции, за практику, которую предоставляли, большое спасибо. Да, прежде всего, хотелось бы поблагодарить организаторов фестиваля, это Студенческий совет Самарской области, с которыми ГОСТовая также активно общается, ну и всех ребят, с которыми мы познакомились, и, конечно же, Романа Харасова, он удивительный человек, я думаю, что все со мной согласятся. Спасибо всем. Ну и Золата. Я также поблагодарю всех организаторов, всех спикеров, которые к нам приехали, нас обучали, и поблагодарю самих ребят, которые не постеснялись, которые заинтересовались и приехали, потому что не только то, что нас учат спикеры, но и то, что мы общаемся с другими ребятами, перенимаем их опыт и их практики, это тоже было очень важно. Что ж, замечательно. Девушки, ну я вас поздравляю с замечательными майскими праздниками, которые вот-вот уже наступают. Первое мая – прекрасный повод, чтобы нам было собраться. Конечно же, девятое мая, который, мне кажется, праздник, действительно, со слезами на глазах, но праздник, которым мы все гордимся. Ну и желаю вам очень замечательно провести эти дни. Хорошо, договорились? Спасибо. Весеннее вам главное настроение. Что ж, это была программа «Универсальный формат». Вас, дорогие друзья, я тоже поздравляю с праздниками, ну и, конечно же, желаю вам всего доброго. С вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!